В данном случае, по его показателям жизнедеятельности, у него все неплохо. Так посвящают в науку студентов-медиков. В симуляционном центре иностранцы из Ирака, Индии, Египта впервые. Преподаватели дают возможность, используя манекены, обнаружить серьезное заболевание или оказать первую помощь новорожденному. Хотя многие выберут практическую медицину, кто-то останется в науке, как это в свое время сделала Елена Ананиева из технического вуза. Аналогичные материалы используются в самолетах. Это крыло, черное крыло. Это элементы вертикального и горизонтального оперения. Чтобы когда-нибудь что-то подобное из углепластика стало частью самолета, нужны долгие годы, пока иностранцы впереди. По сопротивляемости к разрушению наши материалы до их не дотягивают. Модифицировать нужно сам процесс изготовления, считает Елена. Этим и занимается. Посмотрите, видите, у нас сначала черненькое было только сверху. Сейчас у нас масса начинает гомогенизироваться. Если коротко, на высокопрочную ткань наносят пропитку из вязких материалов. В нашем случае смолу смешали с углеродным алмазографитом. Все это отправляют печь. Кстати, подобные материалы можно использовать и в производстве мебели. Вот видите, какой жесткий. Если мы сделаем вот такую геометрию, это будет красивый дизайнерский столик. В ближайшей перспективе Елена и ее группа будет заниматься разработкой получения армированного льда для использования в условиях Арктики. Средств на подобные разработки не всегда хватает. Но ученых это не останавливает. В любом деле, по мнению Ананиевой, главное – страсть. Когда видишь студенческие глаза, когда загораются и стремятся сделать что-то не то, что ты их просишь или расписываешь в плане, а то, что они уже сами добавили, дополнили и расширили свой формат действий, тогда ты понимаешь, что человек загорелся наукой. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.